константин евгеньевич добрый день рада вас приветствовать у нас впервые спасибо ну хотел бы начать нашу беседу с региональных резидентов сколково у нас их почти 40 39 насколько я помню планируется ли включение новых резидентов из прикаби мы никогда не планируем мы просто всегда очень ждем новых резидентов особенно из пермского края из перми потому что здесь рождаются удивительные компании и мы как центр именно поддержки инновационных технологий всегда испытывание ножки дефицит компаний которые в себе несут заряд инновационности технологичности устремленности будущее такое технологическое настоящее технологическое предпринимательство поэтому такие компании как всем известны там промо-бот или там дата бриз компании которые серьезно работают на рынках больших данных робототехники конечно для нас становится украшением системы сколково поэтому я наверное так скажу что мы же всегда ждем новых компаний из перми и где-то радуемся когда они приходят потому что они как правило наш общий портфель они немножко улучшают делают его более инновационным более высокотехнологичным ну и на сегодняшний день я скажу наверное еще один момент у нас есть такой неофициальный зачет между регионами по моему перим точно в тройку входит вода какая конкуренция вообще среди регионов она наверно повторяет в целом вашу конкуренцию между регионами где-то будет конкуренция то есть если мы берем конечно столичные регионы немножко с гандикапом да то наверно такие регионы как татарстан например да вот так традиционно это где-то по-хорошему среднее время тоже лидирует нижний новгород мы видим нижний новгород до догоняет но еще раз мне кажется именно в области технологического предпринимательства у перми очень сильные позиции это не только наверное традиции именно стартапов но вот все что нас окружает с вами такое слово которое мы называем термином экосистема вот она здесь создана была достаточно давно и экосистема не мы с вами да не институт развития именно экосистема порождает людей прежде всего людей у которых есть внутренний запрос настрой смелость вот такому опасному высокорискованным но тем менее крайне интересному виду деятельности как инновационное предпринимательство а чем именно вас привлекает пермский край ой слушайте это у вас еда вкусная ну в плане вообще эти компании с точки зрения эти компании вы знаете вот чтобы не прозвучало обидно но вот в русском языке такое слово есть провинция она в разных может используется смыслах вот я этого здесь слова мне даже вспоминать его приходится здесь она точно не применимо то есть то что делаете вы это по крайней мере для там российских стартапов айти стартапов темы которые больше я занимаюсь это конечно всегда такой очень высокий уровень и действительно приходится иногда вот сюда приезжайте для того чтобы какие-то идеи какие-то новые технологические тренды услышать понять прочувствовать поэтому я приезжаю сюда скорее подпитаться новыми идеями да вот вы уже начали говорить про технологические тренды да мы вообще сегодня обсуждаем технологические тренды и в первую очередь применение в бизнесе вот сегодня у бизнеса да впрочем в частности у регионального есть вообще запрос на технологические стартапа только что обсуждали эту тему очень подробно на нашей пленарной сессии и все как один не сговоряя что вот именно сегодня этот запрос чувствуется как нельзя остро можно использовать термин импортозамещение импорт и независимость не суть важно действительно многие года складывалась ситуация при которой ну по крайней крупные заказчики достаточно комфортно себя чувствовали покупая зарубежные технологии зарубежные продукты особенно эти продукты сегодня этот статус невозможно нарушен и действительно это сейчас общепризнанно как очень сильный такой тренд который просто единомоментно случился это запрос на поиск на выращивание российские компании которые способны заменить ушедшие уходящие технологии это действительно очень сильно возможности и я даже рад здесь тому не только тому что сами стартапы могут более активно себя сейчас проявлять и быстрее выращивать я рад тому что поменялись так условно скажем правила игры на рынке вот битович наш губернатор говорил о том что сегодня одно из самых наверное инерционных таких вот компонент рынка особенно если говорить о битве бизнесе крупных корпоративных заказчиках это те структуры которые традиционно занимались закупками я все было на потоке один конкурс за другим один тендер за другим сейчас они растеряны потому что то что можно было покупать сейчас нельзя купить готовых продуктов нет надо немножко включать другие механизмы надо запускать акселерационные программы надо делать инкубаторы надо создавать лаборатории совместно это сложнее но в конечном итоге конечно это нас всех усиливает потому что это развивает те ключевые компетенции которые делают нашу экономику сильнее и устойчивее да вот тема вообще взращивания кадров да в сфере айти вот может отсколково будет какая-то программа именно в перми по взращиванию мотивации разработчиков знаете сколково да и не только сколково и до события февральских много сейчас уделяет внимание инициативам программа в области подготовки кадров в принципе начиная с университетской скамьи у нас есть целые программы которые поддерживают именно развитие университетского предпринимательства вообще говоря университетское предпринимательство в наших условиях это один из самых серьезных ресурсов роста потому что именно там появляются люди те предприниматели формируются которые и создают потом инновационную экономику без этой фазы без ее прохождения и вот генерацию от этой новой волны постоянной новой волны потенциальных новых предпринимателей технологически невозможно обойтись но к сожалению наша вузовская модель обучения она еще с советских времен традиционно была построена по модели качественного обучения то есть у нас учили качественно но нас не всегда учили эти знания применять на практике поэтому сегодня мы обсуждаем такие инициативы как развитие проекта управления университетах развитие предпринимательских навыков университетах это как раз вот примеры которым можно в том числе поучиться в других регионах в частности пример инополиса где самого начала создаются целые кластеры то есть образовательные структуры учебные университетские структуры соседствуют с крупнейшими корпоративными аранди центрами и вот на стыке рождаются и новые технологии новые кадры наверное вот это вот основной рецепт то есть мы сейчас особенный акцент и свои собственные усилия направляем на то чтобы развивать именно предпринимательские навыки и конвертировать ту научную базу которая безусловно уже накоплена в конкретные проекты сейчас очень много маленьких начинающих эти компании но к ним зачастую нет доверия до от крупного бизнеса и банков вот как им сегодня выживать и получать это доверие вы бы совершенно правы такая проблема существует не только в россии кстати говоря то есть для того чтобы преодолеть барьер покрови первого внедрения первого пилота компаниям необходимо действительно пройти очень серьезный какой-то такой видовой отбор да то есть они должны доказать корпоративному заказчику свое право на то чтобы заняться каким-то конкретным бизнес-процессом взять на себя какую-то ответственность за реальный результат бизнеса этого заказчика это сложно конечно опять же могу сказать что сегодня преодоление этого барьера не то чтобы проще но гораздо более реалистично чем это было из того что заказов сейчас намного больше больше заказов и там где раньше крупные корпорации так вот немножко свысока смотрели вниз и говорили ребята вы там по упражняйтесь пока к нам не приходите мы пока поработаем с крупными поставщиками сейчас они немножко с этой вот как говорится пальмы слезли вниз и диалог идет на таком на равном уровне а вторая конечно компонента то что сейчас как никогда много запущена программ программ который поддерживает и государства в том числе акселерационных программ например сколково реализует целый ряд проектов в этой области например такую программу как тех explorer эта программа именно для технологических стартапов ну условно говоря ранних стадий но с хорошим потенциалом в области диптека и часть этих программ перед частности субсидируется можно получить еще деньги от государства на то чтобы получить очень качественную поддержку и результатом этой акселерации основным наверное мы ставим именно выход на пилотные проекты то есть та самая долина смерти о которой вы говорили преодоление первого вот этого вот барьера и выход на реализацию пилотную это и есть основная цель таких программ пермский край то в первую очередь но я думаю ни для кого не секрет это промышленные регионы вот как сегодня вообще крупным предприятиям региона внедрять вообще цифровизацию на зачастую предприятие этого очень боятся знаете я здесь наверное двумя компонентами отвечу во первых цифровизация на мой взгляд все-таки за последний год отношениях не сильно сильно поменялось и вот толчок который мы сейчас все получили с точки зрения просто неизбежности цифровизации с точки перехода на российские решения но вот какую-то критическую массу и вот заставить этот маховик раскручиваться все-таки создал такой момент он сейчас я просто чувствую это на встречах заказчик это полгода назад год назад сейчас никого убеждать преимуществах или там необходимости цифровизации но практически не приходится до приходится доказывать приходится считать приходится планировать возможно какие-то мероподдержки осуществлять и собственно мы это и делаем вот сейчас вон сколково я рассказываю про нашу мероподдержки сейчас мы запустили уникальную мероподдержки именно пилотных внедрений то есть вот проблема сейчас наверное не в том что люди в целом проверка отвергают необходимость цифровизация конкретные руководители компании не вполне готовы брать на себя риски риски первых внедрений вот представьте себе что вам нужно построить действительно большую систему которая состоит из множества компонент она отвечает за критический процесс производственный процесс но вы делаете это первый раз и нет никакой гарантии что этот процесс будет работать именно как вы хотите именно в те сроки которые вам необходимы для этой цели вот существует гранта сейчас на первое пилотное такое промышленное внедрение которое финансирует до 80 процентов представляете до 80 процентов общей стоимости проекта поэтому вот эти риски мы с заказчика снимаем таким образом и на это как правило снимает вот этот вот барьер нежелание неготовности двигаться в сторону цифровизации используя отечественное решение второй момент второй аспект который я хотел бы здесь посвятить не только институт развития не только заказчики но то что делает власть власть на местах тоже крайне важно сегодня на плен сессии прозвучали очень хорошие слова и примеры дмитрий николаевич о том как перско край создан не вчера создан он создан был чуть раньше даже да по сути создан функционал инжинирингового центра то есть это такая точка сборки между крупными компаниями где они обмениваются потребностями своими возможностями своих производств интегрируется с какими-то разработками инновационными со стороны стартапов и рождаются те самые вот новые цепочки кооперации когда уходят одни поставщики появляются другие вот развитие такого рода компетенции именно инжиниринговых центрах в регионах на нужда сейчас является очень важной инистративы опыт перского края на наш взгляд очень важно даже вот с точки зрения просто рассказа об этом других регионах российской федерации константин евгеньевич спасибо большое за беседу и вашу экспертную оценку спасибо спасибо спасибо